Помимо существования такой формы игры, как форма игры в шахматы с партнёром, который сидит напротив, ну в данном случае мы бы могли с вами, Расцар Анатольевич, сыграть партию здесь. Я не могу осквернять доску, я пятый разряд. Ну, у меня не на ноги выше. Точно так же существует ещё одна форма игры по переписке, весьма распространённая. Даже проводятся чемпионаты не только страны, но и европейские чемпионаты по переписке, и чемпионаты мира, где партнёры передают ходы друг к другу в конвертах, в письмах, находясь на самых удалённых расстояниях от друга. И я написал недавно рассказ, который так и называется «Игра по переписке». Моим соперником в отборочном цикле шахматного первенства страны по переписке оказался волею жребия некий Пузиков из небольшого города Мухославска. Мне выпало играть белыми. Первый ход Д4 я сообщил ему в письме короткого содержания. Уважаемый И.В., мой первый ход Д4, сообщите своё имя и отчество. Меня же зовут Василий Иванович. Ответный ход я получил через две с половиной недели. Уважаемый Василий Иванович, в ответ на ваш ход Д4 я играю Д5, Иван Васильевич. Но можете обращаться ко мне по имени, так как мне всего 20 лет. «Здравствуйте, Ваня», – написал я ему. «Играю Коня в три. Я тоже человек молодой. Можете называть меня Васей?» Письмо от Вани пришло через четыре недели. «Вася, извини, что задержался с ответом. У меня был день рождения, сам понимаешь. Познакомился с девушкой, зовут Света, сам понимаешь. Мой ход Коня в шесть. Кстати, можешь ко мне обращаться на «ты». Я написал ему. «Ваня, поздравляю тебя с прошедшим днём рождения. Желаю успехов в труде и личной жизни. Вместо подарка посылаю тебе мой ход Ж3». Ответ я получил через две недели. «Васёк, здорово!» «Тут такое было?» Получил я твоё письмо вечером, но ответить не смог, так как торопился на танцы. На танцах познакомился с Павлом. Он оказался мужем Светы. «Так что это письмо пишет тебе под диктовку мой лечащий врач Эмма Саркисону Сундукян. Она через два месяца будет в Москве. Достань ей к этому времени итальянские сапоги 37-го размера и поводи по театрам. Твой друг Ваня. Да, чуть не забыл. Мой ответный ход — Д5». Я немедленно отправил ему письмо, в котором пожелал скорейшего выздоровления и сообщил, что играю слон Ж2. «Через два месяца в Москву приехала Эмма Саркисону Сундукян. Она привезла очередной ход Вани — Е6. А я достал ей итальянские сапоги, походил с ней по театрам, познакомил с моей матерью и сделал предложение, о чём немедленно уведомил Ваню, добавив, что рокирую в короткую сторону. Ответ от Вани пришёл почему-то из Магадана, без обратного адреса, и выглядел довольно странно. Почерк был корявым, с большим количеством ошибок. «Эй, ты, шахматист!» Дальше следовало крепкое прилагательное. «Шёл бы ты на Ж8, фраер! И жена твоя тоже! Хода от меня ждёшь ответного? Так вот, знай, я таких, как ты, давил и давить буду, а теперь объявляю тебе мат. То, что он мне затем объявил, не входит ни в один из известных шахматных учебников». Оскорблённый я вложил в конверт полученную похабщину, приписал, что продолжать партию с хулиганом не желаю, и отправил всё по прежнему Ваниному адресу. Через два дня пришло новое письмо от Вани. «Васёк, мой ход слон Е7. Извини за задержку. Этот ход я написал тебе сразу в ответ на твою короткую рокировку, но отправить не успел, так как улетал в срочную командировку в Магадан. Письмо взял с собой, чтобы отправить его оттуда. Но в Магадане за ужином я познакомился с одним типом, который украл у меня бумажник с деньгами, паспортом и письмом с ответным ходом. Поздравляю тебя с женитьбой. Сообщаю, что со Светой мы тоже расписались, и её бывший муж Павел был у нас свидетелем. С нетерпением жду ответного хода Ваня. Прочтя письмо, я тут же оценил трагизм ситуации, когда ничего не подозревавший Ваня ознакомится с хулиганским сочинением, которое я ему переправил, но сделать уже ничего не мог. В догонку я лишь послал ему пространное объяснение и сыграл конём с Б1 на Д2. Через месяц я получил следующее послание. «Василий Иванович, то, что вы живёте в столице, ещё не даёт вам права оскорблять мою жену и меня глупыми и хамскими выходками. Представьте себе, что Светлана первой прочла вашу нецензурщину и заявила, что ещё раз, если увидеть в доме хотя бы пешку, немедленно потребует развод. Не понимаю, что вам вам сделали плохого в дебюте. Только моя преданность шахматам заставляет меня продолжать игру и сделать короткую рокировку. Прошу отныне высылать мне ходы до востребования, если вы не хотите разрушить мою семью». Приблизительно около года у нас ушло на выяснение отношений. К этому времени у меня родился сын. Ещё через семь лет, когда мы уже вышли из дебюта, и я пожертвовал ему пешку, Ванина жена засекла его на почте, где он получал от меня очередной ход до востребования, после чего он попросил разрешения перейти на шифр. В последующие несколько лет мы обменивались интересными посланиями. Константин Тимофеевич переехал с Арбата, дом 1, в Борисоглебский переулок, дом 2, что означало «Король А1, Б2». Он мне отвечал, у нас в цирке сошла с ума одна лошадь чёрной масти и прыгнула в третий ряд амфитеатра на четвёртое место. И я понимал, что Конева пошёл на поле Д3. Через 23 года после начала партии он сообщил, что его дочь выходит замуж, и на свадьбе у них будет английская королева Елизавета VI. Я понял, что его ферз перебрался на Е6 и написал ему, что в качестве свадебного подарка высылая ему белого слона седьмым поездом в пятом вагоне. В ответ я получил вежливое письмо от Светланы, в котором она просила слона на свадьбу не присылать, так как его держать негде, а лучше выслать его стоимость деньгами. Мы стали брать таймауты. Он по причине хронической связки по вертикали А и гипертонии. Я из-за сердечной недостаточности качества веду неудачные женитьбы сына. Постепенно фигуры с нашей доски начали исчезать, и в возникшем окончании у меня были сдвоенные внуки на ферзевом фланге, 100 рублей пенсии и много других слабостей. У него была сильная проходная внучка в центре, но зато два инфаркта по большой диагонали. На 83-м ходу он взял очередной таймаут, и на этот раз навсегда. Последнее письмо я получил от его 60-летней дочери. Папа накануне просил написать вам, что предлагает ничью. Я вынужден был согласиться, хотя, откровенно говоря, моя позиция к этому моменту уже была безнадежной. Спасибо. Спасибо.